Всем привет! В московском регионе тыква очень недооценена, ее не любят по двум причинам. Первая, в детстве перекормили сладкой тыквенной кашей, так что она из ушей лезла. Вторая причина. Сложно чистить, нужен острый нож. А где его взять? Вот у меня есть острый нож. Сегодня новую разновидность тыквенного крем-супа делаю. Вот это прекрасный корневой сельдерей, очень вкусный и интересный. Почистил и где-то 2,5 килограмма. Тыкву тоже почистил, ножом срезал шкуру, удалив семена. Тыкву я взял 2 килограмма. А это у меня куриный бульон. Ну, я его сварил вчера. Добавляю куриный бульон, потом буду добавлять еще. И ставлю тыкву, кусочки тыквы и сельдерея вариться. Растираю кориандр, ну, почти чайную ложку. И зиру, полторы, а то и две чайных ложки. Зира и тыква очень хорошо взаимодействуют. Растер. Ну, вот у меня, видите, 6 зубчиков чеснока, а имбиря несколько меньше, примерно как 4 зубчика чеснока. Растер с солью имбирь. Тыквы и сельдерей варятся под крышкой на умеренном огне. Ну, минут 20, наверное, им надо будет, ну, может, 30. Чеснок нарезал. Как и что, режу это не принципиально, потому что все буду измельчать. Это будет крем-суп или суп-пюре. Лук я взял две луковицы. Буду делать зажарку на оливковом масле. У меня смесь нерафинированного Extra Virgin с подсолнечным, примерно пополам. Это хороший вариант. Да, спасибо за просмотр рекламы, если вам ее показывают. Начинаю обжаривать лук. Сначала максимальный нагрев, ну, буквально через пару минут убавляю до среднего. Проверяю сам, тем временем, готовность кусочков тыквы и сельдерея, корневой сельдерей. В принципе, можете использовать и стеблевой. Он быстро готовится, не забывайте. Проверил готовность тыквы и сельдерея, еще минут пять им надо. Лук стал мягким, отправляю растертый кориандр с зирой. Ну, буквально сразу отправляю измельченный ступень имбирь. И добавляю остринку. Вот это у меня турецкая паприка, острый вариант. Ну, так, умеренно острый. Ну, вот добавил, ну, вот, немножко, как вы видели. А бульон у меня пряный, куриный бульон. Там и корешки кориандра были, и перчик душистый горошек. Через пару минут добавляю чеснок. Орезанный некрупными кусочками. Ну, еще через пару минут выключаю. Зажарка готова. Очень ароматная зажарка. Ну, это все дело соединить и пройтись чоппером. Его обычно называют блендер. Блендер это смешивающий аппарат. А чоппер крушащий. Ну, и то, и другое. Обе функции выполняют вот этот вот измельчитель, собственно говоря. Пробую, что получается. Ну, получается очень вкусно. И нотка сельдерея тоже очень интересная. Черт. Поднял освещение выше, но все равно так и знал, что капли плюнули вверх и попали прямо на лампы. Зла не хватает. Хотя нет, хватает. Так как суп был густоват, я добавил еще бульон. И всего где-то 2,5 литра бульона я добавил. У меня получилось огромное количество супа, но я так и хотел, чтобы получилось огромное. Добавил соль и немножко черного перчика свежемолотого. Вот сейчас густота в самый раз. Пробую на вкус. Не надо ли еще чего добавить. Если слишком сладко содержимое, так вы бывают очень сладкое. Добавьте небольшое количество лимонного сока. И появится кислинка хорошая. И свежесть добавится. Хороший вариант. Накрываю крышкой. И нагреваю до того момента, пока содержимое не начинает кипеть. Как только крышка станет горячей, выключаю. Натираю сыр. Ну вот тоненькими такими лапшинками симпатичными. Это у меня сулугуни. Не обязательно, конечно. Можете взять любой сыр. Даже твердый тут будет даже очень неплох. Добавляю сметану. Ну это по желанию. Можно йогурт. А можно ничего не добавлять. Ну и вот этот сыр. У меня в Мексике так научили недавно. Суп от стека. Он совсем другой, но вот сыр так они добавляют. Ну что, неплохо. У меня на канале много блюд из тыквы. Но нет ни одного сладкого варианта. Все пряные и очень вкусные. Рекомендую. Приятного аппетита. Удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok